Прежде всего, я хочу отметить, что нынешний 19-й съезд КПК Китая, он проходит под пристальным вниманием многочисленных журналистов, которые сюда приехали, со всех стран. Если быть точным, то почти 1800 журналистов, по официальным данным, из разных стран сюда приехало. И все будут наблюдать и анализировать, что происходит и какие будут дальнейшие перспективы развития Китая в экономическом и политическом смысле. Хочу отметить, что 90 миллионов, 90 миллионов сейчас, ну почти 90 миллионов насчитывает Коммунистическая партия Китая. Это 90 миллионную армию представляет 2280 делегатов, которые в ближайшие 6-7 дней должны выбрать, избрать руководство некоторых важных органов Коммунистической партии, которые в свою очередь позже должны выбрать новый состав Политбюро. Из семи нынешних постоянных членов Политбюро должны быть переизбраны пять. И вот это главная интрига, поскольку эти члены Политбюро курируют многие сферы, и внешнюю политику, и внутреннюю, и экономику, и так далее. Поэтому с этой точки зрения любой эксперт, любой журналист, который пытается понять, что происходит в Китае, он, естественно, пытается сюда приехать, поучаствовать в этом съезде, чтобы почувствовать атмосферу, которая здесь царит. Но, безусловно, после нынешнего наклада Си Цзиньпини, нынешнего генерального секретаря Коммунистической партии, многие вещи стали понятны. Китай продолжает и будет продолжать развивать свою собственную экономику, при этом геополитически, геоэкономически развивает свое влияние. В частности, инициатива Си Цзиньпини «Один пояс, один путь» становится, наверное, главной внешнеполитической идеей Китая. То есть, воссоздать шелковый путь, который когда-то существовал в древности, и воссоздать его в новом формате, впоследствии влечения почти 65 стран, в том числе Украины. Вот украинский вопрос здесь тоже не менее важен, на мой взгляд, в контексте шелкового пути, поскольку Украина на сегодняшний день много усилий предпринимает для сотрудничества с Китаем. И Китай является важным торговым партнером Украины, и вкладывает довольно серьезные финансовые следствия в развитие некоторых инфраструктурных объектов в Украине. Более-более того, Китай готов еще больше денег вкладывать. Я на себе почувствовал интерес китайских журналистов к Украине. Но, насколько я знаю, от Украины здесь присутствуют всего три журналиста. И мы все привыкли анализировать выборы в Германии, во Франции, в США, в России. Но такой ключевой игрок, как Китай, остается вне поля зрения. Хотя Китай важен для Украины не только с точки зрения экономики, а с точки зрения международных отношений, поскольку Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН. Многие решения, которые там принимаются, они не могут быть одобрены без согласия Китая. Поэтому для Украины Китай является важным потенциальным партнером. Для Украины Китай может стать хорошим инвестором. Для Украины важно понимать, что происходит в Китае, и разбираться внутри политической кухни. И мне кажется, этой ситуации нужно уделять больше внимания по сравнению с тем, как сейчас этому уделяется внимание.